Здравствуйте! Тема недели покажут и расскажут сегодня. Украина. Чем ближе выборы, тем восток дальше от запада. Русский язык на Украине. Кому родной, кому враждебный. Острейшая проблема ЖКХ. Все видят, все знают, никто не решает. Еще раз здравствуйте. Сегодня информационно-аналитическая программа «Тема недели» и я, ее ведущий Олег Николаев, начинаем, естественно, с Украины. Попробуем разобраться в том, что происходит на востоке этой страны, что происходит в Киеве, что происходит на западе. И есть ли она вообще единая и самостийная Украина. Или распад уже произошел, и он не обратил. Казалось бы, референдумы в Донецкой и Луганской областях, или, если угодно, республиках, говорят о втором варианте. Но есть одно большое «но». Как был сформулирован единственный вопрос в бюллетене? Поддерживаете ли вы акт провозглашения государственной самостоятельности такой-то народной республики? Сформулирован в высшем мере неопределенно, потому как в международном праве нет такого термина «государственная самостоятельность». Есть независимость, есть автономия. А вот государственной самостоятельности нет. Да и сами руководители избирательных кампаний в Донецке и Луганске говорят, мы лишь хотим, чтобы нас услышали и поняли, что у нас все очень серьезно. Ну, куда уж серьезнее. Практически 90% проголосовавших и в Донецкой, и в Луганской республиках высказались за самоопределение. И не услышать их голос можно только при очень большом желании не услышать. Теперь о гражданской войне. Странная она какая-то. То постные Киевом военные и бойцы Национальной гвардии нападают на блокпосты ополченцев, то, наоборот, ополченцы атакуют позиции нацгвардейцев. Везде слышны выстрелы, гул танковых и авиационных моторов. Потери несут обе стороны. Данные очень разные. От 650 убитых и раненых только с киевской стороны и только за 10 дней в мае, это данные Донецкой народной республики, до 8 убитых, причем с обеих сторон и чуть ли не за весь период конфликта. Это данные киевского министра внутренних дел Арсена Авакова. Наиболее реальным объяснением такой странной войны выглядит договорная версия. То есть ополченцы и украинские военные договариваются не стрелять друг в друга. Ну а в самом Киеве в разгаре плохонький такой спектакль-фарс под названием «Предвыборная гонка». Кандидаты порой несут такую чушь, что впору пожалеть о сходе с дистанции Дарта Вейдера. Его идея превратить Украину в империю и захватить галактику кажется более реалистичной, чем серьезное заявление кандидата Бойко о необходимости немедленно перевести Украину на полное самообеспечение по газу и нефти. Ситата прямая, ничего не придумали. Многие, осознав всю бесперспективность и нелегитимность вот этих президентских выборов, сгонки снимаются. Так поступил и лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Уважаемые телезрители, в Украине война. Украина сегодня теряет свои территории. Очень серьезная, сложная ситуация в Донецкой и Луганской области. Олигархи формируют свои не только банформирования, а и военизированные различные структуры. Мы видим с вами сегодня, что ужас событий в Одессе, в Мариуполе и в Красноармейске приводит действительно в состояние отчаяния наших граждан. Мы понимаем сегодня, что борьба с инакомыслием, цензура и прочее, прочее, все сегодня дает один ответ на вопрос о выборах. Они, по нашему убеждению, будут нелегитимными. Поэтому Компартия приняла решение, и мы, коммунисты, снимаем свою кандидатуру для того, чтобы сегодня спасать Украину от того произвола, который имеет место. Вот как прокомментировал решение Симоненко, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Значительная часть страны будет бойкотировать этот шабаш. А значит, победить на этих выборах можно только не участвуя в них. В попытке хоть как-то реабилитировать себя за провальную политику на Юго-Востоке, киевские власти организовали серию круглых столов, якобы с привлечением сторонников федерализации. Вот мнение наших коллег из Луганска о сути этих самых столоверчений. В Украине начался сезон круглых столов. Свои мероприятия собирают Киев, Харьков, Запорожье. Тема у всех одна. Что делать, чтобы остановить кровопролитие и вернуть мир со стабильностью? Только вот на Востоке понимают – поздно. Референдум показал, что самостоятельность и независимость от Киева поддержали 96% из трех четверти избирателей, пришедших на избирательные участки, жителей области. Я хочу поприветствовать прежде всего действительно на сегодняшний день свободный народ Луганщины. Хочу сделать обращение ко всем жителям Луганской области. В полном единении мы избрали собственный путь. Путь независимости от произвола кровавого диктата Киевской хунты, фашизма и национализма. Свободные и гордые люди, защищая грудью свой выбор на референдуме, выбрали именно тот путь, который привел нас к образованию нового независимого государства – Луганской Народной Республики. Правда, ряд городов и районов на севере области, куда с Харьковщины прорвалась так называемая «Нацгвардия», наполовину состоящая из вступивших туда правосеков, в референдуме принять участие так и не смогли. Правый сектор и Национальная гвардия кошмарят северные районы. И у нас на сегодняшний день на телефонной горячей линии поступает сумасшедшее количество того же мародерства, отбирание автомобилей, в принципе, грабежи магазинов. И уже на сегодняшний день в Луганске есть беженцы из Старобельска, беженцы из Новопскова. Знаете, забирают даже последнего теленка, их там не кормят или что там теленка, козу забирают у бабушки. И все они передрисуют, что все вопросы к Турчинову. Турчинов нам дал карт-баланс на все, что хотим, то и дело. В субботу, 17 мая, армия Юго-Востока обратилась ко всем украинским вооруженным формированиям. Мы, представители штаба армии Юго-Востока, обращаемся ко всем, кто пришел на нашу землю с войной. Военнослужащим регулярных войск Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, представителям правого сектора. Призываем вас в самое ближайшее время покинуть территорию Луганской Народной Республики. Армия Юго-Востока не хочет войны. Давайте будем жить, строить, любить, радоваться каждому новому дню. Восстановив мир, мы всегда сможем договориться, услышать и понять друг друга. Тем временем жители Луганской области живут с двойственным ощущением. Вроде бы свое «фе» самозванной киевской власти, в кавычках, выразили. А ведь надо и получать пенсии, и социальные выплаты. Киев пока платит. Теперь на очереди обсуждение и принятие Конституции Луганской Народной Республики. К слову, у Донецкой она будет своя. Прямо сейчас не до объединения. Пока же, по заявлению Василия Никитина, являющегося, по сути, единственным спикером для прессы от армии Юго-Востока, задача основная и единственная – защищаться. Республика молодая. Мы сейчас делаем первые шаги. Оформление идет юридических документов по поводу республики. Готовимся к парламенту, избранию парламента, народного парламента временного, которое на сегодняшний день до выборов будет происходить. Обе республики, как Донецкая, так и Луганская, в первую очередь, вы понимаете, что заняты защитой собственных территорий, своих гражданских прав, семей и детей. Это наши братья. Мы считаем, что мы с ними заодно, и поэтому просто деятельность совместная, а, к сожалению, на сегодняшний день осложнена теми боевыми действиями, которые вы наблюдаете на территории Донецкой республики, особенно в Славянске, в Краматорске и в других городах. Кроме этого, властям Луганской народной республики приходится понемногу втягиваться в процесс работы по администрированию, то есть управлению регионом. У нас есть проблема с поставкой инсулина. Армия взяла на сегодняшний день в себе и завозятся уже определенные партии. Да, мы стараемся поддержать инсулинозависимых людей. Выдачей вот этих организуется пункт, где люди смогут получать инсулин. Все жизненно важные, непосредственно там вода, свет, газ, вы под контролем. А пока события продолжают развиваться стремительно. Тому подтверждение арест утром 17 мая народного губернатора Валерия Болотова на пункте пограничного пропуска. Армия Юго-Востока знала о готовящейся операции и смогла предпринять контрмеры. Руководителя отбили. Ну а сейчас в повестке дня два важных вопроса – Конституция и парламент. Остаются еще выборы президента Украины, но это вопрос второго порядка. Лидеры Народной Луганской республики считают их выборами в другом государстве. И проводить голосование на территории своего региона не планируют. На уходящей неделе о событиях на Украине много говорилось в Государственной Думе Российской Федерации. Ну это понятно, страна не чужая, к тому же сосед, и экономически мы очень связаны друг с другом. Депутаты выступают горячо, слова говорят правильные, призывы бросают верные, ну в общем не подкопаешься. Вот только не покидает ощущение того, что вот как-то квалифицированное большинство единороссов в парламенте делает все это, ну вроде как по команде извне. А скажут в Кремле нагнетать и педалировать? Ну нагнетают и педалируют. Скажут спустить на тормозах? Спускают на тормозах. Впрочем, следующий репортаж нашего думского корреспондента Регины Лисаченко не совсем об этом, хотя имеет самое непосредственное отношение к Украине. С минуты молчания началось первое в мае пленарное заседание Государственной думы. Парламентарии почтили память погибших мирных жителей Мариуполя и Одессы в результате так называемой контртеррористической операции, которую проводят киевские власти на юго-востоке и востоке страны. Ситуация на Украине стала основной темой выступлений большинства депутатов. В Киеве совершен государственный переворот. Власть захватила хунта на совести которой теперь и Новая Хатынь в городе Герой Одессы, и расстрел участников манифестации 9 мая в Мариуполе, и убийство гражданского населения в Славянске, Краматорске, Красноармейске и других городах Донбасса. У киевских неофашистов хоть идет все. От похищения и убийств общественных активистов до применения тяжелого вооружения и авиации против гражданского населения. Все происходящее дает основания обвинить киевскую хунту в проведении карательных акций и этнических чисток. Москва не может оставаться в положении равнодушного наблюдателя. Злодеяние в Мариуполе и Одессе – это преступление против человечности без срока давности. Виновные в них должны понести ответственность, добиваться этого на международном уровне – прямая обязанность Российской Федерации. 13 мая Госдума практически единогласно приняла обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям в связи с угрозой гуманитарной катастрофы на Украине. В документе российские депутаты призвали консолидировать усилия и опыт парламентской дипломатии, чтобы найти реально действующий план по выходу Украины из кризиса. Одно из конкретных предложений, выдвинутое российскими парламентариями – отстранить от государственных должностей представителей правого сектора и свободы, а сами организации распустить. В свою очередь, выступивший от фракции КПРФ Владимир Семагин еще раз напомнил, к чему могут привести заигрывания с фашизмом. В свое время мир не увидел, а точнее не захотел увидеть опасности распространения фашизма на планете. И сегодня ситуация далеко не безоблачна, как это может показаться. Уже во многих странах мира наступил процесс отхода от норм демократии и народовластия. Растоптаны права человека, а политика двойных стандартов Брюсселя и Вашингтона этот кризис только усугубляет. По мнению депутатов, конституционный процесс на Украине должен включать национальный диалог, учитывающий интересы населения всех регионов и национальностей, всех политических и общественных сил Украины. При этом диалог должен учитывать итоги референдумов, которые прошли 11 мая в Донецкой и Луганской областях. Ничем иным, как реакцией на обострение ситуации на Украине, стали сразу три законопроекта об упрощении процедуры приема гражданства Российской Федерации. Свои предложения внесли в Думу все три оппозиционные фракции. Так, ЛДПР предложило упростить эту процедуру для русских беженцев с Украины. СССР готовы дать гражданство Российской Федерации вообще всем гражданам Украины, если они того захотят. Упростить порядок приема гражданства для всех русскоязычных граждан бывшего СССР – такова оппозиция коммунистов. Мы считаем, что в случае любого преследования в защите нуждается каждый человек. Выделение кого-то по национальному признаку дурно пахнет. 2 мая я был в Одессе и сам видел, что там убивали и сжигали, не спрашивая, кто ты – русский, украинец, грек, молдаванин, гагауз или еврей. Там убивали и сжигали живьем одесситов, не признающих фашистскую клику в Киеве. Депутаты от «Единой России», пользуясь большинством, заблокировали все три законопроекта. Впрочем, судя по тону заявлений, которые звучали в этот день на охотном ряду, в случае дальнейшей эскалации напряжения на Украине, парламентарии готовы вернуться к рассмотрению данного вопроса. В свое время гражданами России смогли стать большинство жителей Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Стоит напомнить, что в апреле 2014 года Госдума уже приняла закон об упрощенном приеме российского гражданства. Согласно ему, теперь россиянами могут стать русскоязычные граждане, которые сами или родственники которых проживают или ранее проживали на территории СССР в пределах Российской Федерации. Этой льготой уже смогли воспользоваться десятки тысяч жителей Крыма и Севастополя. Языковой вопрос как катализатор большой украинской смуты. Во всяком случае на юго-востоке страны. Наш корреспондент Иван Жушман попытался разобраться во всех тонкостях и хитросплетениях взаимодействия и взаимоотталкивания русского и украинского языков, ответить на вопрос, как появился на свет Суржик и понять, чем вызвана чрезмерная политизация вопроса о статусе русского языка в ряде регионов Украины. Первым в современной истории Украины претензии к русскому языку предъявил второй президент страны Леонид Кучма. В 2003 году в своей книге «Украина не Россия» он прямо утверждал, русский язык противопоказан украинцам, он разрушает самобытное сознание украинской нации. В то время такие рассуждения широкой поддержки не нашли. И на Украине, и в России книгу встретили в штыки. А предложение Кучмы об утверждении украинского языка в качестве единственного государственного так и осталось на бумаге. Идею Кучмы образца 2003 года воплотили в жизнь постмайдановские власти образца 2014 года. Так как очень трудно найти реальные, ментальные, культурные различия между жителями России и Украины, то делается попытка сознательно поставить на украинцев метку. Эта метка является украинский язык. Но там есть действительно серьезные проблемы. Те же самые исследования украинских социологов показывают и такую парадоксальную вещь. Несмотря на очень активную украинизацию, которая ведется через средства массовой информации, через рекламу, которую обязаны на украинском языке давать, через преподавание в школе, в высших учебных заведениях, людей, которые предпочитают говорить на русском языке, становится не меньше, а больше. Видимо, совсем запретить русский язык на Украине все-таки не получится. Поэтому на бытовом уровне говорят на так называемом суржике – смеси русского и украинского языков. Или вовсе на русском. А вот на государственном уровне теперь надо только на украинском. При этом тот факт, что львиную долю литературы, как художественной, так и технической, теперь предстоит украинизировать, нынешние киевские власти не волнуют. Эти глупые идеи переводить все на украинский язык – это чудовищная глупость. Даже те действительно украинофилы, которые с 19 века мечтали о возрождении Украины, там и прочее, прочее, уж не говоря о революции 17-го года, 18-го, там и прочее, прочее, и Скоропадский, и прочее, все мечтали о том, чтобы говорить на украинском языке. И первые революционные годы Украина говорила, пыталась говорить с нами на украинском языке. Но из этого ничего не получилось. Что же касается самопытности украинской культуры, которую якобы должен поднять, укрепить, а самое главное – защитить от пагубного русского воздействия украинский язык, то не стоит забывать, что практически все знаменитые украинские писатели и поэты Николай Гоголь, Олесь Гончар, философ Григорий Сковорода и многие другие в совершенстве знали русский язык. Мало того, они считали его родным, наравне с украинским. Сейчас трудно сказать, если бы Гоголь и Гончар писали бы только на украинском языке, обрели бы они мировую известность. Так что перевести Незалежну целиком на украинский язык, конечно, можно. Непонятно только зачем и во что это обойдется. Теперь перейдем к делам сугубо российским, но от этого не менее печальным. Для россиян ЖКХ пострашнее любой НАТО будет, потому как НАТО – это где-то там далеко, а ЖКХ – вот оно, рядом. Ворует, обирает, мошенничает. И все это с гласного или негласного согласия кабинета господина Медведева. Дмитрий Анатольевич где только не повторял – рынок все разрулит. Красивая броская фраза, придуманная в свое время еще Чубайсом. Она прикрывает бессилие правительства или нежелание управлять экономикой. Всем давно и хорошо известно, такие сферы, как взрывоохранение или образование, к рынку никакого отношения иметь не должны. И уж тем более ЖКХ, где уход государства автоматически означает создание ниши для разного рода мошенников и жулья. За отчетом министра этой отрасли, то есть ЖКХ, в Государственной Думе следила наш корреспондент Регина Лисаченко. Согласно всем опросам последних лет, главной болевой точкой родного государства граждане называют ситуацию в ЖКХ. И таких россиян, по данным того же ФЦИОМа, более 60%. Среди пожилых людей этот показатель еще выше и достигает 73%. Впрочем, и само правительство вместе с президентом вынуждено было признать, что для восстановления изношенных фондов жилищно-коммунального хозяйства России нужно более 9 триллионов рублей. И если эту ситуацию не изменить, цифра будет расти. Главнейшая задача – это модернизация отрасли. От ее результатов напрямую зависит качество услуг в ЖКХ. Из выступления 13 мая 2013 года. Исходя из вышесказанного, можно понять, с каким нетерпением на прошлой неделе в Государственной Думе ждали министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Парламентарии надеялись услышать из первых уст, каким образом будут решаться проблемы, которые накопились за последние 20 лет в коммуналке. Однако ответ на главный вопрос так и не прозвучал. 17 минут из своего 20-минутного выступления министр посвятил строительной теме, где дела идут неплохо и есть чем даже похвастаться. Объем жилищного строительства в 2013 году увеличился на 13% по сравнению с годом 2011. И в 2013 году общий объем введенного жилья составил 70 миллионов 500 тысяч квадратных метров жилья. Правда, 35 миллионов квадратных метров, то есть ровно половина – это индивидуальное строительство. Еще 30 миллионов – это квартиры, приобретенные гражданами по ипотечному кредиту. Для сравнения скажу, что в 2010 году объем ипотечных кредитов, которые были выданы у нас в стране, равнялся 300 тысяч, сейчас 825. Если говорить за первые два месяца 2014 года, то уже выдано более 117 тысяч ипотечных кредитов, и это превышает аналогичный период 2013 года на 40%. Такой активности населения есть простое объяснение. В начале марта Центробанк повысил ключевую ставку до 7%, а уже 25 апреля ставка была увеличена еще на 0,5%. Ипотечные ставки обычно реагируют на рост задержкой в три месяца. Поэтому уже в июле, как считают аналитики рейтингового агентства Мудис, на ипотечные кредиты могут рассчитывать только заемщики, имеющие доход свыше 45 тысяч рублей в месяц. К слову сказать, средняя зарплата по стране около 30 тысяч. При этом, по данным Росстата, реальные доходы населения упали в марте 2014 года на 6,8%. О том, что Центробанк повысил ключевую ставку, главный строитель страны Михаил Мень предпочел не напоминать и бодро перешел на рассказ о программе «Жилье для российской семьи». В программе будет реализовываться задача по строительству жилья, не превышающего 30 тысяч рублей за квадратный метр для регионов, где коммерческая стоимость превышает 30 тысяч рублей. И для тех регионов, где рыночная цена и так ниже 30 тысяч, будет снижение цены, соответственно, на 20% ниже рыночной. Право на приобретение эконом-жилья имеют молодые семьи, молодые ученые, специалисты социальной сферы, врачи, учителя, инженеры. О чем не вспомнил министр, но напомнили депутаты, это о мизерном уровне зарплаты. У нас почти 20 миллионов людей имеют доходы ниже проживочного минимума. Доходы получаются 7 тысяч рублей в месяц, 84 тысячи рублей в год доход на человеку 20 миллионов. Получается, за год человек все, что получил, его доход, он не может даже 3 квадратных метра приобрести. Да никогда у многодетных семей не будет квартиру трехкомнат, но 3 миллиона рублей, даже близко не будет. Вторая категория, которая планировалась охватить, это новым законопроектом о жилье, это молодые семьи. Ну, если посмотреть молодая семья, это люди, которые получают довольно мало, потому что только начинают жизнь, нет квалификации, нет опыта, нет как бы имени. И, как правило, тоже они, если там папа с мамой не богатые, то они не шикуют. И для этих семей, если взять, пойти какой-то кредит, это значит кабала на всю жизнь. И еще несколько сухих цифр. Из 70 миллионов квадратных метров, возведенных в 2013 году, лишь 1% построен за счет средств государства. Получается, гордиться особо нечем. А ведь именно из этого фонда идет расселение людей из аварийного жилья, выделяются квартиры для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день, по словам министра, в улучшении жилищных условий нуждается почти 17 тысяч участников Великой Отечественной войны. Вопрос, дождутся ли. В свою очередь, парламентариев интересовали проблемы ЖКХ. Поэтому вопросы, которые задавали депутаты, в основном касались коммуналки. 60% тепловых сетей сегодня требует замены. Можно было бы это решить проблему путем так называемого нового закона о государственном частном партнерстве. Но все, что связано с ГЧП, будет иметь последствия для всех этих коммунальных сетей. Каким образом? Любая организация, которая на себя возьмет ремонт и решение этой проблемы, она обязательно будет иметь локальную монополию. Бороться с рисками, на которые указал депутат, в министерстве собираются через консессиональные соглашения. Такие договоры, по словам Михаила Мения, не подразумевают передачу тепловых сетей в собственность инвесторам. И опять остается удивляться неосведомленности министра. В середине апреля с подачи правительства «Единая Россия» протащила в Думе поправки к закону о концессионных соглашениях. Согласно новому документу, инвестор имеет преимущественное право на приобретение в собственность, переданную в концессию объекта. Понятно, что Министерство строительства и ЖКХ, которое возглавляет господин Мень, создано всего пять месяцев назад. Требовать практических действий от министра пока сложно. Возможно и рано. Зато стратегический план развития министр как рулевой должен был представить. А этого как раз и не произошло. Жалко было потеряно временное. Там три слагаемых должно быть четко. Это получение нового жилья, это содержание жилья и это тарифы. Все три разначные проблемы, они все практически были как-то уведены в сторону и не раскрыты. Сегодня ЖКХ называют черной дурой. Управляющие компании повсеместно воруют деньги жильцов и ничего не делают. Кап-ремонт и расселение аварийного жилья едва движутся. Износ коммуникаций нарастает, а тарифы лишь идут в гору. Как выйти из этого тупика – вопрос не риторический. Мы очень давно хотели завершить нашу программу на какой-нибудь светлой радостной ноте. В большинстве случаев как-то не получалось. Слишком уж жизнь невеселая. А сегодня наконец получилось. На Красной площади в рамках празднования Дня пионеров несколько тысяч мальчишек и девчонок были приняты в пионеры. В праздники весны и молодости участвовал лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Мы от души поздравляем вас Днем Пионерии. Я благодарю ревналистов, которые стали постоянными и добрыми гостями этого нашего правительства. Я помню много лет назад, когда впервые я на эту площадь привел 10 ребят, молодых девчат и ребят. Впервые повязал галстуки, принял у них присягу. Вечером многие издевались. Вдруг потом всем стало ясно, что у ребенка, у юноши, у молодого человека должна быть нормальная своя организация, которая учит любить страну, знать свою великую историю, уважать многонациональный народ, хорошо учиться, которая учит дружбе, учит слушать своих родителей и брать лучший пример из насыгранной жизни, в которой живет наша страна. Очень приятно, что с карман годом все больше и больше приходят девчат и ребят на эту площадь, которые хотят искренне вступить в пионерскую организацию и жить достойной жизнью вместе своим народом. Обратите на их внимание лица. Смотрите, какие лица удовлетворенные, добрые, искренние, честные. Я многих повязывался и спросил, как учатся хорошо, как родители относятся, прекрасно поддерживают, поощряют, помогают. Поэтому детские организации, пионерские, комсомольские, творческие должны быть возрождены обязательно. В этом мы все сегодня крайне заинтересованы. Глядя, как разрушаются тучи над нашей страной, мы должны понимать собеседность. Будешь хорошо подготовленный, веселье воспитанный, патриотичный молодой человек будет защищать свою родину и по-настоящему трудиться. Без этого нет будущего ни у какого народа, ни у страны. Поэтому я благодарю всех и поздравляю еще раз с праздником. Для нас это исключительно важно. Особенно сегодня, когда снова над планетой запахло гарью короку, когда рядом родной и братской Украине льется кровь и не хотят позволять людям говорить на родном языке. Мы очень рады, что приехали дети из Крыма. Мы недавно там проводили свои встречи, праздновали 70-летие освобождения Крыма и Севастополя. Я задал им всем вопрос. Они впервые в Москве, впервые на Красной. У нас большой отряд из Братской Белоруссии тоже спросил. Ни один ребенок не был в Москве, они в восторге. С восторгом говорят, наконец, была мечта. Мы в гостях России, матушки. Мы на Красной площади. Поэтому я очень хотел, если вам будут запрещать, дайте нормальный репортаж. Дайте репортаж о детях, подойдите к ним, спросите. Давайте поблагодарим учителей, воспитателей, еще и нервожатых, родителей. Это большой, настоящий, добрый праздник. Я против излишней идеологизации всех процессов. Будьте законодательные деятельности, кремлевская власть. Но без умного, доброго, сильного, грамотного гражданина ни у какой страны нет будущего. Я когда изучал материалы допросов фашистских главарей, которые развязали мировую войну и угробили только на территории Советского Союза, они шторили почти 27 миллионов человек. Один сказал, вообще-то победила не Красная армия. Я говорю, а кто? Я читаю дальше, а кто? Говорит, победил советский учитель, который за 10 лет смог подготовить прекрасно образованную, грамотную, стойкую, патриотичную, солдатной и офицей. Граждане рождаются в труде, в учении, в походе, в варенье, в преодолении. Я очень хотел, чтобы ребята, которые здесь приняли присягу, взяли, дали глядку в свое родное первой в жизни и важнейшей глядке. С честью и достоинством ее принесли в последние годы. Спасибо вам, ребята. Поздравляем вас. Желаем всем добра и удачи. Спасибо. Ну вот на этом, пожалуй, все. Программа «Тема недели» и я, ее ведущий Олег Николаев. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова